В Твери вот уже почти два года функционирует единый диспетчерский центр скорой медицинской помощи. Именно сюда поступают звонки с подстанции Твери, Ржева, Вышнего Волочка, Торжка, Кимр и Конакова. Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи. А в скором времени в единую систему будут включены и другие муниципалитеты Верхнего Лжья. Диспетчерская. Вот таких звонков старший диспетчер смены единого диспетчерского центра Ольга Виташова за сутки обрабатывает около сотни. Одновременно с этим в реальном времени на мониторе она контролирует выезды бригад скорой медицинской помощи по адресам пациентов Тверской области. За смену, рассказывает Ольга, на ее компьютер поступает примерно 500 заявок. Они делятся на три категории неотложностей, на каждую своя бригада. Первая категория это экстренные адреса. Бессознание, ДТП, парализовало. Вторая категория сложности это к ней относятся боли в животе, головные боли, но рабочие места, общественные места. То есть это как бы мы их тоже должны отдать сразу при наличии бригад. Третья категория температура, головная боль. 37-летний стаж позволяет Ольге Виташовой принимать правильное решение за считанные минуты. Ведь в случае с тяжело больными пациентами счет зачастую идет на минуты, если не на секунды. Впрочем, в едином диспетчерском центре скорой медицинской помощи Тверской области практически у каждого диспетчера за плечами колоссальный опыт работы на неотложке. Сегодня в ЕДЦ поступают звонки с подстанций Твери, Ржева, Вышнего Волочка, Торжка, Кимр и Конокола. Ежедневно на линию выходит около 120 выездных бригад. Работают врачи, фельдшеры, бригады анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии, педиатрии, психиатрии. Централизация уже позволила повысить оперативность работы, сократить время прибытия бригад по вызовам, снизить нагрузку на экипажи. Единый контроль качества, единые стандарты, единое оснащение лекарствами, медикаментами, автомобильным транспортом. Причем для всех пациентов, вне зависимости от того, где он проживает, в Вышнем Волочке, в Твери, в Максатихе, в Торжке. Это повышение качества и доступности скорой медицинской помощи. А плюс к этому еще и экстерриториальный принцип. Если раньше скорая помощь была привязана к муниципалитету и бригады из соседних районов не могли выехать на вызов к пациенту, то теперь ситуация поменялась. К примеру, если в Канаковском районе пациенту необходима экстренная помощь, но поблизости нет свободных бригад этого муниципалитета, к больному можно направить неотложку из соседнего Киморского или Калининского районов, если там есть свободные экипажи. Сегодня в Тверской области идет активная работа по модернизации службы скорой медицинской помощи. Планируется провести капитальный или текущий ремонт во всех подразделениях службы, а в семи муниципальных образованиях установить модульные конструкции. Об этом, в частности, стало известно в ходе очередного заседания регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Конечно, очень важно, что возникает уже профессиональный коллектив, система мотивации, форма, новый автотранспорт, ремонтируются сами офисы, так называемые подстанции, где скорая помощь базируется, коллективы. Конечно, остается сложный вопрос, это укомплектование кадров, это врачи и фельдшеры, водители, но я думаю, что система мер, которая сегодня была предложена, она даст свои результаты, я уверен в этом. Решается поставленная Игорем Руденя задача по обеспечению достойного уровня заработной платы сотрудникам скорой медицинской помощи на территории всего региона. Кроме того, для повышения квалификации медработников в регионе создан Центр практических навыков СМП, где специалисты могут отрабатывать различные ситуации. Обучение ведется в том числе по видеоконференц-связи, на базе центра проведено уже 540 занятий.